Новости Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Якутии, Китая и Монголии опять в эфире. Это программа «Середина земли». В студии для вас работает Дарья Орлова. И сейчас я познакомлю вас с новостями из Приангария за минувшую неделю. Здравствуйте! С заботой о детских сердцах. Сегодня в областной детской больнице открылось новое современное отделение кардиохирургии. Теперь врачи смогут помочь еще большему числу детей. Подробнее расскажет наш корреспондент. Этот день означает очередной триумф детской медицины нашего города и нашей больницы. Без привлечения хочу сказать, что это будет прорыв в масштабах Приангария, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа. Главный врач областной детской больницы Юрий Козлов сегодня был в непривычной роли для окружающих. Он вел торжественную церемонию открытия новых отделений. Главный врач поблагодарил губернатора Игоря Кобзева, правительства области и депутатов за поддержку и оказанную помощь в создании нового отделения. Он отметил, глава региона уделяет особое внимание развитию детей в Приангарии. Это результат усилий десятков, а может быть сотен людей, которые здесь находятся сейчас в зале. Часть из них отсутствует, но это большая работа, которую мы провели за очень сжатый промежуток времени. Мы начали заниматься этой работой в конце 2023 года, и мы получили результат, который мы вам вскоре покажем. Это пример того, как колоссальный результат дает консолидация именно людей, государства и тех людей, которые не безразличны по вопросам детства. Также он выделил спонсоров и меценатов. Среди них основатель ИНК Николай Буйнов. Он поддержал проект и пожертвовал на него более 200 миллионов рублей. Это не первый вклад компании ИНК в развитие медицинской инфраструктуры детской хирургии региона. Так, в 2023 году при поддержке ИНК и лично Николая Буйнова для больницы приобрели оборудование для проведения сложных кардиохирургических операций. А в 2021 году на базе медучреждения открыли самую высокотехнологичную цифровую детскую операционную в Сибири и на Дальнем Востоке. Я очень бы хотел, чтобы молодые ребята, глядя на Юрия Андреевича, постарались бы повторить его путь. Не обязательно уезжать отсюда. Я бы очень хотел, чтобы мы все помогали. Здесь бы вокруг вас всех, включая Юрия Андреевича, создалась бы школа детской медицины в Иркутской области. Именно такая своя самобытная школа, современная. Сегодня в эндоваскулярном отделении провели первую операцию на ангиографии, диагностическую процедуру. Это европейский аппарат последнего поколения. Деньги на оснащение нового отделения выделены по программе материально-технической базы здравоохранения из областного бюджета. Мы надеемся, что это оборудование, оно будет работать на благо наших пациентов не только Иркутской области, но и Российской Федерации. И к нам будут приезжать учиться и на лечение дети из близлежащих регионов, из регионов Дальнего Востока. Для каждой семьи дать надежду, что мы сделаем, и это поможет восстановлению здоровья каждому ребенку. Это, наверное, сегодня самое главное. Нужно создавать условия. Поэтому условия и в Иркутске мы планируем в следующем году открыть две поликлиники. Мы планируем одну уже начинать строить на тысячу посещений. Очень много сегодня в системе здравоохранения. Ну, восстанавливаем, наверное, тот нарушенный дисбаланс, который был. С 20 сентября врачи начнут проводить уже сами операции совместно со специалистами из других регионов. Для обучения иркутских медиков и их поддержки приедут врачи из Калининграда, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска. Мы будем развиваться, это без сомнения. Мы будем расширять и спектр операций. То есть мы, естественно, не начнем с самых сложных операций. Сейчас это непросто, потому что здесь никогда не было оперной хирургии в областной детской больнице. И здесь, в областной детской больнице, все практически мы начинаем с 0. Поэтому мы будем с помощью наших коллег, которые, вы слышали, нас будут поддерживать, помогать. И, так сказать, практически, и теоретически, и морально, я надеюсь. Мы будем постепенно развиваться. В палатах находятся маленькие пациенты. Они ожидают операцию. 6 сентября их госпитализировали, и врачи сейчас выстраивают тактику лечения. Пока обустроено 12 коек, из них 8 уже заняты. В будущем количество мест увеличат. Макару Граф 3 года. У него порог сердца. С 5 сентября он находится здесь, в больнице, со своей мамой Натальей. Проходили плановый осмотр в год. Педиатр обнаружил шумы в сердце, сделали эхо сердца. Диагноз подтвердился. Выраженный порог сердца. Но в данный момент мы сейчас проходим обследование. В дальнейшем будут операции. По словам Натальи Граф, врачи обещали Макару полное выздоровление от сердечного недуга. Современное оборудование сможет подарить новую здоровую жизнь многим таким маленьким пациентам. Специалисты планируют проводить до 350 операций в год, чтобы детские сердца бились долго, ритмично и счастливо. Малена Мартынова, Юрий Рябчиков. Середина земли. Иркутск. Это были новости Иркутской области. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Читы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Верой Калининой. Матери – 13 детей, бабушки – 45 внуков и прабабушки – 22 правнуков. Тему продолжит Эльшат Сафаров. В доме Веры Ивановны спокойно только до обеда. Появляется время заняться своими делами, посмотреть новости или поразгадывать кроссворды. Но так ровно до полудня. Пока дети со школы не вернутся. В случае Веры Ивановны нужно не семерых по лавкам рассадить, а 70. Именно столько у нее внуков и правнуков. Всех называет своими ребятишками. Они ее, большая мама. Приедут с учебы, всех нужно напоить и накормить знаменитыми бабушкиными блинами. Тесто заводят сразу на 12 литров. Где я сама заготавливаю? И дети приносят. На Новый год особенно все собираются. После часа. Но кто дома, если здесь, кто живет, все едут сюда ко мне. Внуки и правнуки бывают. Ну, это, я так понимаю, самый маленький стол, да? Маленький. Когда буквы Г ставишь. Потом буквы В ставишь. Когда собираются, и буквы П получаются. Вера Калинина хорошо помнит, кто и когда родился, как кого зовут, и у кого, и в какой очередности начали резаться первые зубки. У нас каждый месяц по несколько человек. В сентябре сколько? Трое. Не трое, четверо. Еще есть. Внуки есть, правнуки есть, да. В январе. По несколько человек. В феврале есть, в марте есть. В каждый месяц. Каждый месяц. По несколько человек. Всем дарит свою любовь, и они отвечают заботой. Вера Ивановна уже и забыла, когда в последний раз занималась хозяйством. Все на плечах роты любящих детей. А на праздники и выходные всей семьей собираются в лес за грибами и ягодами. А собрать нужно килограммов сто, не меньше, чтобы зимой никого не обидеть. А летом от ребят особенно нет отбоя. Все приезжают в гости к бабушке. Всех нужно расселить по комнатам, да так, чтобы тесно не было. Сегодня Вере Ивановне 78 лет. Через два года очередной юбилей, но своего возраста женщина не замечает. А секрет ее молодости, как бы банально ни звучало, именно в детях. Вера Калинина признается, иногда скучно без малышей. Сидит у окна, посматривает на улицу и ждет, когда во дворе, наконец, зазвенит смех и раздастся долгожданная бабушка. Эльшат Сафаров, Владимир Николаев. Середина земли, Забайкальский край. Новый этап Всероссийского молебна о победе стартовал в мае 2024 года в Москве. В прошлом году во все регионы страны привезли мощи святого великомученика Георгия Победоносца. А в этом сотни тысяч верующих смогут поклониться казанской иконе Пресвятой Богородицы. Помолились о бойцах и их скором возвращении домой из-за Байкальца. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По благословению святейшего патриарха Кирилла в Читу прибыл образ древнего московского списка Казанской иконы Божией Матери. Поклониться лику Богородицы пришли сотни четинцев, а еще помолиться о победе, как и более 400 лет назад, это делали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский накануне освобождения Москвы. К святому лику Богородицы обращаются с мольбой исцелить телесные и духовные раны, помочь в решении жизненных проблем. Главное – это крепкая вера в чудотворный образ Божьей Матери. Божья Матерь посетила нас. Молимся сегодня перед ее образом о том, чтобы Господь помог победить все трудности, все проблемы, которые сейчас у нас есть. Нет такой, наверное, просьбы, которую Божья Матерь бы не услышала. Нужно крепко верить, что Божья Матерь может помочь. Утро воскресенья началось с масштабного крестного хода. Четинцы прошли по улицам города с молитвами о тех, кто сегодня защищает родину на рубежах Донбасса. Люди, как и 500 лет назад, верят, что мать-защитница обязательно их услышит и заступится за тех, кто сейчас нуждается в ее помощи. Самая главная – победы. Это очень важно. Тем более, в этой иконе молились сам Пожарский, Сменину. Это большой праздник как для Забайкалия, так и для России в целом. Мы должны молиться о нашей победе. Победа нашей России, конечно. А почему именно ее? Больше всего хочется. Здоровья, чтобы не было войны, чтобы люди мирно жили. И воины наши были живые, вернулись к нам домой. Участие в крестном шествии принял и глава региона Александр Осипов. Сейчас такое время, когда огромное количество наших соотечественников и наших земляков, забайкальцев, находятся на специальной военной операции. Им нужна помощь. На фронте, как говорят, нет неверующих. Их семьям нужна помощь. Нашему краю многим людям нужна помощь. Хорошо, радостно то, что иконы находятся на нашей земле. А далее святыня вновь отправляется в путь. На очереди Улан-Удэ, Красноярск и Кемерово. А 4 ноября, в День народного единства, реликвия вернется в Москву. С улыбкой на лице и с неожиданной победой для них самих. Недавно в Читу вернулись бронзовые призеры третьего открытого Кубка Дальнего Востока Игры ГТО, которые проходили во Владивостоке в рамках ВЭФ. Наша съемочная группа встретилась с юниорами и узнала, чего не хватило до золотого Кубка и готовы ли они вырвать победу у конкурентов в следующем году. Два дня непростых и очень напряженных игр, затем возвращение домой, небольшой отдых и сразу тренажерный зал. Расслабляться нельзя, нужно отточить до идеала технику выполнения упражнений, прокачать силу, выносливость, ловкость и гибкость, чтобы в следующем году приехать в Читу уже с золотом. Нужно учитывать свои ошибки. Я как наблюдал со стороны за ребятами и смотрел, что по комплексам были ошибки. То есть неправильная техника выполнения, какое-то волнение у ребят было, может, эмоциональное что-то из-за этого. Акцент на технику складывался и поэтому не считали некоторые повторения. Где-то были штрафные баллы, плюс, допустим, 2 секунды за какое-то выполнение. В соревнованиях по многоборью за пьедестал боролись команды из 11 регионов Дальнего Востока. Наша сборная в этом составе участвовала впервые и сразу третье место. Уступили юниоры командам из Республики Саха и Сахалинской области. Но, несмотря на это, результат достойный, ведь пройти все этапы, а их было 5, неподготовленному человеку просто невозможно. Самый сложный, говорят ребята, первый комплекс. Каждому школьнику предстояло пробежать 400 метров, затем накрутить на велотренажере тысячу километров и снова пробежать 400 метров. А после приседания с блином весом 2,5 килограмма. Настраивала я себя тем, что для меня это впервые, и это очень интересно для меня было. И саму настрою у меня вначале был не очень. Я вообще сначала не хотела, но потом, когда я уже приехала в Динсток, поняла, что надо, надо работать. И они ее вырвали. Борьба за третье место велась командой из Чукотского автономного округа. Ребята уже настроились на четвертое место, но в последнем этапе собрали волю в кулак и забрали ступеньку на пьедестале. Мы очень сильно радовались, даже удивились немного. Ну, мы шли на четвертое или третье место, и там, когда на турнир на таблице показывали, и когда показалось третье место, мы так закричали. Все так рады были. Анна Бородина, Анастасия Шадрина, Середина земли, Забайкальский край. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Улан-Удэ. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы «Середина земли». В студии телеканала ТВКОМ Юлия Пермякова. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Бурятии за минувшую неделю. Сорвали сроки ремонтной кампании, да еще и перерыли весь город. Настоящий разнос энергетикам устроил первый заммэра Сергей Гашев. После реконструкции сетей ТКК-14 не торопятся восстанавливать прежнее благоустройство, несмотря на штрафы в более чем миллион рублей. До какого момента это будет продолжаться и какой выход из ситуации нашли в администрации города, мы расскажем в следующем материале. Лето подошло к концу, однако летняя ремонтная кампания от тепломонополиста, по всей видимости, только в самом разгаре. Ресурсники уже не в первый раз затягивают как с реконструкцией сетей, так и с последующим восстановлением. Только в прошлом году ТКК-14 не вернуло благоустройство на 54 участках. На сегодня количество незавершенных объектов достигло 62. К примеру, один из них находится на улице Барсоева. Мы в скрыниках 1 сентября должны были закончить уже с восстановлением благоустройства. Энергетики говорят, что график пришлось сдвинуть. Причиной стал нерадивый подрядчик, который задержал поставку трубы. Зачем вскрывали вы этот участок, если нет трубы? Зачем? Зачем, если трубы нет? Нет ресурсов. Сирен Трофимович, трубу же мы видим на месте. Вы когда зубы утром чистите, тоже щетку достаете, не убедившись, что у вас паста есть? Сирен Трофимович, сейчас здесь в чем? Тензия, вы мешаете людям ходить и жить, не работать. У нас все идет по плану и по графику. Не по плану и не по графику. Никаких рисков, ни начало сезона. Миллион двести административных штрафов в этом подтверждают. Не по плану и не по графику. Я с вами не согласен. Ну, хорошо. Следующей остановкой стал проспект Победы. Ордер на земляные работы, как и на других участках, здесь был выписан еще в мае. Однако приступили к ремонту почему-то только в августе. 19 сентября вы ведете все монтажные работы. Ну давайте зимой делать, рисков же нет. Идентичная картина и на проспекты 50-летия октября. Вскрыли, отложили, а к концу лета приступили ремонтировать. Впрочем, ничего нового. Вы зачем взрываете участки и потом месяцами на них никого нет? Ну зачем вы это делаете? Объясните. Жалуются люди. Но они не жалуются, они требуют то, что им положено. Дерево выросло в яме. Дерево. Ну это о чем говорит? О том, что вы взорвали и ни хрена здесь не делали. Я, Сергей Анатольевич, поясняю, что мы ожидаем поставку материалов по железобетону. Зачем взрывали вы это? Чтобы у вас не было материалов. Вы зачем это все вскрывали? Потому что этот участок, его можно было сделать только в остановке планового потенциала. И по всей видимости, такая картина и на остальных 59 участках. Представители ТГК-14 заверили, что все работы по железу выполнены. Сейчас история не про топительный сезон. Про топительный сезон мы войдем. Мы тут рисков нет никаких. История про то, что нужно восстановить то благоустройство, которое нарушило ТГК. Что на будущий год мы просто не дадим вскрывать те участки, которые... Мы не будем выписывать наряды на земляные работы, если не убедились, что в наличии есть люди, есть подрядчик, есть ресурсы. Администрация города поставила задачу ТГК-14 до 1 октября завершить все работы, в том числе и по благоустройству. Успеют ли энергетики за половину месяца? Вопрос остается открытым. Базар Альшеев, Середина земли, Бурятия. На фестивале Технофест одной из центральных площадок стала зона Улан-Уденского авиационного завода. Будущие студенты и школьники могли пройти профориентацию и изучить особенности инженерных специальностей совершенно бесплатно. Как это было, а главное, почему абитуриентам выгодно идти в техническую сферу, расскажет Базар Альшеев. Кампус университета в СГУТУ уже во второй раз становится местом проведения Технофеста. Это масштабный фестиваль науки и технологии. Главная задача, которую преследуют организаторы, познакомить молодежь с достижениями передовых предприятий республики. Сегодня присутствует очень много предприятий в области машиностроения, строительства, энергетики, с банковской сферы. И мы надеемся, что после сегодняшнего фестиваля многие наши студенты уже найдут свое место, будущее место работы. Для удобства всю территорию разделили на четыре тематические зоны. Про-техно, про-био, про-агро и про-авиа. Последнюю площадку представлял Улан-Уденский авиационный завод. Работники с удовольствием делились с гостями успехами 85-летней истории авиационной промышленности республики. Задача, которую мы себе ставим, это показать всем школьникам нашего города возможности нашего предприятия. Они познакомятся у нас как с историей нашего предприятия, история нашего предприятия очень богата, в этом году нам исполнилось 85 лет, так и с элементами производства. То есть узнают, каким образом создается у нас вертолет. Кроме того, всежелающие могли представить себя в роли пилота, конструктора, инженера-технолога, маляра и в других профессиях. А для самых активных подготовили мастер-классы. К примеру, можно было смастерить модели самолетов и деревянный макет вертолета. А для тех, кто уже твердо определился с будущей профессией и выбрал авиастроение, могли узнать о программах обучения от местных и московских специалистов. Авиазавод – это одно из предприятий нашего города, самое крупное, которое может дать старт именно развитию будущих инженеров, рабочих. То есть это то место, где можно развиваться и создать свою карьеру будущую. Потому что сейчас заказы увеличились практически в два раза, и рабочих профессий нехватка идет. Ребята, конечно, ждем, приглашаем. Есть различные меры поддержки, о которых мы готовы рассказать. Как раз для тех ребят по всей стране реализуется образовательная программа «Крылья Ростеха». Студенты с первого курса трудоустраиваются. Появляется возможность обучаться в Москве. Плюс к этому высокая стипендия. И все это доступно здесь, в Бурятии. Поступила сюда, потому что, во-первых, это карьера, бюджетное место, хорошая программа. И после окончания вуза я сто процентов знаю, что я найду работу. Также в рамках фестиваля прошло награждение сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». Заводская команда «У-2» показала хороший результат. В пятом всероссийском конкурсе кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектов, конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Базар Ильшеев, середина земли, Бурятия. Вагон трамвая сменили на военную палатку. Как волонтеры Улан-Удэ продолжают помогать военнослужащим. Подробнее об их деятельности мы расскажем далее. Екатерина и Людмила трудятся в управлении трамвая несколько десятков лет. Помимо основной работы, они активно занимаются волонтерской деятельностью. Уже третий год подряд женщины оказывают помощь бойцам не только финансовую. В прошлом году они ездили в Джанкой, а в этом году недавно вернулись из Санкт-Петербурга. Там они готовили еду для раненых военных из Бурятии. «Нас позвали, позвонили, и мы согласились с Людмилой. Нам здесь предоставили отпуск, и мы поехали в Питер тоже на две недели. Что вас подвигло туда отправиться и участвовать в волонтерской деятельности? У меня зять там с начала войны. Ну и как, сподвигло помочь как-то нашим ребятам. Они очень радовались, когда их угощали позами». В Джанкой установлена палатка, где круглосуточно принимают солдат. Кормят бузами, дают возможность отдохнуть и восстановить силы. А еще это место, где волонтеры помогают бойцам почувствовать тепло своей малой родины. «Мужчины наши и из Бурятии, и со всей России защищают. Мы живем под мирным небом, поэтому хотелось бы тоже как-то им помочь, поддержать бойцы. Ну, конечно, как бы им, если кто-то долго не видел своих родных, им охота была, конечно, сбурять из родины, увидеть кого-то, обнять, прижаться. Ну, как к матерям, как к сестрам. Для них это тоже как-то, ну, какая-то частическая дома, да, то есть мы привезли. Ну, вот в Джанкуе самые первые восстановили палатку, это наши с Бурятии». Волонтеры делают все возможное для поддержки бойцов СВО с тыла. Но нашим землякам нужна поддержка и на фронте. Поэтому в пункт отбора на военную службу продолжают пребывать мужчины, готовые защищать родину. С каждым добровольцем в индивидуальном порядке работают инструкторы. «Специалисты пункта доведут сведения о порядке прохождения медицинской комиссии для кандидатов на службу, подскажут моменты, связанные с оформлением утраченных документов, а также в целом разъяснят порядок получения социальных гарантий, которые определены согласно законодательству каждому военнослужащему и членам их семей». Напомню, в Улан-Удэ работает пункт приема на контрактную военную службу, куда может обратиться любой желающий. Он находится на улице Боевая, 7А, дробь 2. Елена Краснопеева, Середина Земли, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Алисты. Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Середина Земли» в студии национального телевидения «Калмыки». Для вас работает Наталья Доржиева. КалмГУ и Университет Путра-Малайзии развивают международное сотрудничество в режиме онлайн. Стороны обсудили перспективы дальнейшей работы в сфере научных и образовательных проектов. В ходе совещания были обсуждены вопросы открытия Центра русского языка, стажировки, академического обмена студентов, в том числе и реализация научных проектов. Это будет первый опыт. Началом работы и налаживания сотрудничества послужил недавний Восточно-экономический форум, отметил ректор Бадма Салаев. Мы сегодня отрабатывали уже детали дорожной карты, договора, который мы подпишем. Мы принципиально приняли сегодня решение, более того, получили согласие сегодня от Министерства образования и науки Российской Федерации, но, безусловно, от Министерства образования Малайзии, о подписании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Университетом Путра-Малайзии и Калмыцким государственным университетом. Это большое событие, которое, безусловно, предстоит и будет проведено на площадке вот этого форума встречи ректоров российско-малайзийских университетов. Стоит отметить, что ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Уже с 9 по 12 октября на образовательной площадке форума ректоров Санкт-Петербурге состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве российско-малайзийских университетов. По словам руководителя главного вуза республики Бадмы Салаева, это уникальный проект, к реализации которого приступят в самое ближайшее время. А по итогам онлайн-встречи делегация КалМГУ была официально приглашена в университет Путра в Малайзию. Как известно, 2024 год был объявлен президентом страны и годом семьи, цель которого – сохранение традиционных ценностей, укрепление института семьи и усиление мер поддержки. Главная ценность молодой четы Бадмаевых – это любовь. Она проявляется по отношению друг к другу, желанием заботиться, помогать и постоянно быть рядом. О том, как зарождалась их любовь и как переросла в счастливую семью, расскажет моя коллега Донара Бимбинова. Санджи и Алина Бадмаевы встречают родных гостей горячей джамбой и свежими борциками, как настоящая калмыцкая семья. Несмотря на возраст, они чтут традиции, которые им передали старшее поколение. Свежий чай каждое утро хозяйка дома ставит на алтарь, где молодожены проводят ритуал подношения и молятся за здоровье родных и близких. Оба они выросли в многодетных семьях, и соблюдать и чтить калмыцкие традиции и обычаи для них главное. Они поженились буквально год назад, а дружили еще со времен студенчества. Вместе танцевали в ансамбле «Бумбино Рын», где на одном из фестивалей «Студенческая весна» Санджи сделал предложение со сцены мероприятия, и это было самым зрелищным событием фестиваля. Ты выйдешь за меня? Ты выйдешь за меня? Сегодня они продолжают свою творческую деятельность. Несмотря на то, что Санджи – военнослужащий регионального управления Росгвардии, Алина поддерживает все танцевальные проекты мужа на его работе. Так они вместе проводят занятия по обучению калмыцким танцам для сотрудников Нацгвардии. Алина же продолжает свою карьерную деятельность уже в национальном ансамбле «Тюльпан» артистской балета. Знаю эту семью как достаточно веселых, творческих людей. Постоянно принимают активное участие в жизни республики, в жизни нашего управления. За последнее время он выиграл конкурс Росгвардии, заняли первое место. Танцы были. Постоянно тоже выезжают, принимают активное участие не только в жизни республики, но и в жизни, так сказать, соседных областей и регионов. Их обоюдная и преданная любовь привела к созданию семьи. Но прежде это была дружба, доверие, преданность, отзывчивость и искренность, признаются Бадмаевы. Своей семье, как и в танцах, они сохранили все традиционные калмыцкие устои и ценности. Нежная, ответственная. Она очень такая трудолюбивая. И, кстати, вот, да, она всегда поддерживает, всегда рядом находится. Она такая простота, честность. Как человек, он очень открытый. Может быть, скромный, но все равно он всегда открыт, каждый им поможет. Сан-Джи и Алина всегда и во всем поддерживают друг друга. Яркий пример тому, как она дала старт коллекции игрушечных машинок, которые на протяжении многих лет собирает Сан-Джи в своем уголке. Она подарила ему самую простую и самую дорогую сердцу машинку. У Бадмаевых все еще впереди благоустройство семейного гнездышка, рождение и воспитание детей, много счастливых и долгих лет. Ведь именно в браке закладываются такие качества, как любовь и вера, доброта и щедрость, ответственность и взаимопомощь, уважительное отношение к старшему поколению и ко всем окружающим. Донара Бимбина Владимир Цуглинов, Середина Земли, Калмыкия. Это все, о чем мы вам успели рассказать. А сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина Земли» в студии телеканала «Якутия-24» Петр Васильев. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. В Доме правительства Якутии состоялась торжественная церемония в честь Героя России Николая Евдокимова. Глава республики Айсен Николаев вручил ему сертификат на полтора миллиона рублей и выразил слова глубокой благодарности за проявленное мужество. Евдокимов получил звание Героя России за подвиг, совершенный во время спецоперации. Под плотным огнем противника он в одиночку спас раненого товарища, вытащив его с поля боя. Как отметил сам Герой, на спецоперацию набрел настоящих братьев. Эмоции вообще неописуемые. Во-первых, это радость была, что такой статус вручили. Ну и у родственников была очень... Ну, сюрпризом для них это было, конечно. Ну и радость, внезапность тоже. Ну, в общем, все рады. А в Якутии вообще прям просто класс на высшем уровне уже. Это вторая, ну, как основная родина моя. Здесь 9 лет проживу, ну, до этого ДСО тянет на родину. Хоть и не основная родина, но уже роднее и больше, чем основная родина. Ну, тепло встретили, вообще все круто, просто классно. Спасибо огромное. Еще один герой Российской Федерации, Радимир Максимов, встретился с сотрудниками опорного пункта Якутии в Луганской Народной Республике. Максимов выразил благодарность якутианам, руководству региона, за постоянную большую поддержку вооруженных сил России. Напомню, военнослужащий из Татинского района, Радимир Максимов с позывным «Бурхат» стал героем России, отбив 4 штурма противника, уничтожив в составе штурмовой группы из пяти воинов якутиан более 30 боевиков. Ну, я узнал, а это уже весной было, когда командование именно вот на героя России представил. А потом ожидал где-то 4,5 месяца. А в том бою просто удивительно было. Не ждали такой момент. Вот думали опять, что нормально все будет. Но не тут-то было. Вот враг контрнаступление делал пять раз. Уже страшные дни. Это все солдаты уже чувствуют погоду. Что уже победа близкая. Каждый день поддержка есть, все есть. Сложные заболевания глаз требуют внимательного подхода и специализированного лечения. Якутские врачи регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию. А в этот раз врачи, ведущие мировой офтальмологической клиники, принимают пациентов совместно с якутскими врачами в столице. Подробности знает Даяна Федорова. Консультацию проводят ведущие специалисты мировой офтальмологической клиники. На прием были выбраны пациенты с тяжелыми заболеваниями глаза. Анне Слепцовой 18 лет. У нее с рождения ретинопатия недоношенных и вторичная глоукома. Она давно наблюдается в Якутской офтальмологической больнице. И сегодня вместе с мамой пришла на консультацию. Ребенок родился недоношенный. Долго лежала в кювезе под кислородом. И, к сожалению, левый глаз у нас совершенно не видит. Там полный отслой костетчатки. И вот мы пытаемся сейчас как-то сохранить зрение в правом глазу. Хоть оно и низкое, но все-таки наши врачи очень стараются, чтобы ребенок остался работоспособным и действующим членом общества. Отметим, в этом году бригады офтальмологов установили рекорд, проведя чуть более полутора тысяч операций в 19 районах республики. По итогам консультации каждому пациенту назначили дальнейший план лечения. Тех пациентов, у кого выявлена положительная динамика, отправят на операцию в Иркутск. Это эксклюзивные пациенты. Это пациенты, требующие очень высокотехнологичных хирургических вмешательств. Тех вмешательств, которые мы на данный момент можем провести только у себя. В Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». В основном это касается патологии переднего отрезка. Наиболее остро нуждающиеся пациенты сегодня – это пациенты с патологией роговицы. Это сложные оптико-реконструктивные вмешательства. Если говорить простым языком, это пересадка роговой оболочки. Несмотря на то, что офтальмологи Якутии имеют высокий уровень подготовки, они не собираются останавливаться на достигнутом. До конца этого года они отправятся на обучение по операциям на заднем отрезке глаза. Напомним, также офтальмологи с этого лета начали выполнять операции по лазерной коррекции зрения участникам СВО на безвозмездной основе. Таяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Наследие 17 века и не только. В центре Якутска завершился летний этап археологической экспедиции по изучению исторической территории в 64-м квартале. Специалисты обнаружили значительное количество объектов старины, представляющих интерес к ему научному сообществу, причем не только в России, но и во всем мире. На месте раскопок побывала Вероника Таюрская. Археологический интерес к данной территории появился еще в 2013-2014. Тогда же и начались работы по разведке местности. Были выкопаны шесть шурфов для обследования культурного слоя, после чего последовала работа по поиску специалистов. В 2024 году команда археологов, в числе которых и специалисты, приехавшие из других регионов страны, начали раскопки, в ходе которых были найдены уникальные вещи старины. Мы видим здесь строчки текста. Здесь больше восьми строчек. Самое уникальное, конечно же, это берестяные грамоты. В чем уникальность, то что по всей России всего лишь 1300 было найдено, и большинство 1200 было найдено в Великом Новгороде. И поштучно по городам Центральной России и Сибири. Даже в Москве только была найдена одна берестяная грамота. А в Тобольске, по-моему, два. А тут сразу сначала 9, сейчас 11 берестяных грамот. В ходе раскопок археологами была обнаружена монета времен правления Федора Михайловича Романова, а именно 17 века. Специалисты также нашли коллекцию китайского фарфорового сервиза, изготовленную на рубеже 19-20 веков, якутскую грамоту, писанную чернилами, скорописью и многое другое. Уникальными находками являются и фрагменты якутского строга, простоявшим на данной территории до 20-х годов 20 века. Всего на месте раскопок было найдено более 3000 археологических объектов. К сожалению, мы не нашли остатки фортификации, башни и стены, но мы нашли две постройки, которые относятся к внутрикрепостным строениям. Это, предположительно, подвалы Воеводские, постройка номер 7, и остатки предполагаемой судной палаты, то есть административного здания, где находились чиновники, служилые люди, занимались служебными делами. Передавать мы обязаны в государственную часть музейного фонда, и коллекция неделима, все предметы, найденные здесь, они передаются в один музей, и мы передаем в музей археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета. Найденные предметы представляют ценности не только для ученых Якутии, но и для всего научного мира. Они могут рассказать про историю и культуру республики, а также про работу людей, живущих на севере. Впереди у археологов обработка полученных результатов, составление отчета, а также продолжение раскопок. Но уже летом 2025 года. Пироника Таюрска, Айлита Махно, Якутск. В Москве завершился второй международный фестиваль артист. В этом году на праздники циркового искусства на Цветном бульваре приняли участие лучшие из лучших 87 артистов из 19 стран мира. Это представители Казахстана, Италии, Австралии, Китая, Монголии, Франции и России. Номер «Трициклопа» – жонгляш под клополом цирка на высоте 25,2 метра. Артистов Гоццирка Республики стал призером Московского циркового конкурса и получил один из главных призов – бронзовый статут фестиваля. Кроме того, артисты из Якутии отмечены специальным призом – контрактом на гастроли в шоу «Фонтаны Лас-Вегаса» в Израиле. Наш номер называется «Трициклопы». Три жонглера с мячами резиновыми на отскок. Номер был представлен в нашей новой программе «Земля мамонта» называется. А вот мы показываем там жителям Нижнего мира этим номером. Мы отбирали более 200 номеров и выбрали всего лишь 32 номера из 17 стран мира. И, конечно же, артисты из Якутии, которых мы не могли обойти стороной. И второй год к нам приезжают ваши артисты. И мы очень гордимся этим, потому что действительно очень хорошие, замечательные коллективы и замечательные артисты, которые показывают класс на наших фестивалях. Именитые спортсменки Дина и Ирина Аверины провели мастер-классы «Автограф-сессию для юных якутских гимнасток». Занятия состоялись в новом многофункциональном комплексе «Дю США» номер 9, в котором обустроен единственный в регионе зал для художественной гимнастики. Подробнее о тренировке и впечатлениях юных спортсменок расскажет моя коллега Марферина Алексеева. Сильнее подкручивали правую голову. Да, молодец. Уже во второй раз титулованные спортсменки по художественной гимнастике приезжают в Якутск и проводят по-настоящему уникальные тренировки. Сегодня это обучающие элементы, которые выполнялись с помощью булав и скакалок, вертушки, жонглирования, броски, ловки и перекаты. Очень нравится. Тут очень много всего нового, необычного. И очень много уделяют внимания детям. То, что дают очень много информации какой-то полезной. И дают какие-то такие фишки, которыми можно легко поймать то, что ты делаешь. В восторге учащиеся остались от автограф-сессии. Девочки отметили эмоциональность и доброту чемпионок. Новые мастерства. И как они объясняли, был прилив эмоций, когда они показали мне сердечко. Мы на тренировке будем делать это. У всех, возможно, получится. Я была в шоке, потому что это Арина или Дина меня обняла. И здесь показали сердечко. Мастер-классом остались довольны и сами гости. Дина Аверина – серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Многократная чемпионка мира, Европы и России по художественной гимнастике. Арина Аверина – также многократная чемпионка мира, Европы и России. Спортсменки отметили прекрасные условия тренировочного зала. Я обратно с мастер-классом. Мы начинали только четыре профессиональных зала в Москве. У вас он есть. Очень хороший зал. Растеван. 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 Сауна. Есть все. Поэтому вам лучше тренируйтесь, достигайте результатов и не ленитесь. Также именитые гимнастки отметили характер якутских гимнасток. Хочется сказать, что вы отличаетесь от других девочек, потому что у вас есть характер, у вас есть желание. Вы очень быстро соображаете, схватываете все. У вас есть замечательные условия, поэтому вам только я желаю терпения. Встреча завершилась пресс-конференцией. Сестры познакомили публику со своим питомцем и в общем рассказали много личного о себе и своих жизненных позициях. Пожелали высоких достижений подрастающим спортсменкам. Марферина Алексеева, Джулустан Иннокентиев, Георгий Григорьев, Якутск. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале Якутия 24. Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. Здравствуйте, коллеги. В эфире международная информационная программа «Середина Земли». О самых интересных новостях в Монголии расскажу вам я, Энгболт Монгбаяр, в эфире «Аист Глобал». Более 40 российских компаний представили свою продукцию в Монголии. О том, как проходила бизнес-миссия, в нашем сюжете. Made in Russia, или как узнать о самых востребованных товарах из России, рассказали посетителям в рамках деловой миссии, организованной Российским экспортным центром. Мероприятие проходит на постоянной основе и направлено на поиски и привлечения иностранных покупателей для российских экспортно-ориентированных компаний. Совместно с Российским экспортным центром приехало больше 17 регионов Российской Федерации. Больше 46 компаний, а Республика Бурятия привезла 12 компаний. В основном это продукты питания, это медицина, это промышленное оборудование. Надежда на проведение данного мероприятия – это организация B2B-встреч. Конечно же, нас интересуют хорошие покупатели, проверенные покупатели. Вот такое мероприятие совместно с Российским экспортным центром, оно дает возможность для того, чтобы найти хороших монгольских партнеров. Республика Бурятия традиционно является хорошим партнером. Мы доходим все рядом, 250-350 километров и Республика Бурятия. Мы часто приезжаем сюда, каждый месяц практически организуются выставки, бизнес-миссии. В год порядка 150 компаний из Республики Бурятия приезжают, заключают контракты, ну и, соответственно, продукция из Республики Бурятия поставляется на экспорт в Монголию. Компании представили разные секторы экономики. Пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, цифровые технологии и даже медицинское оборудование. Мы занимаемся разработкой и производством симуляторов и тренажеров для обучения медицинского персонала. Мы первый раз приехали в Монголию, вот прям первый-первый раз. Пока не знаем, что из этого получится, но судя по тому, что весь мир сейчас занимается обучением именно на симуляторах, а не на живых пациентах, думаю, что в Монголии это также присутствует. И хотелось бы нам тоже поделиться своей продукцией с вашими специалистами, медицинскими университетами, колледжами для медицинских сестер. Деловая программа началась с семинара Евразийской экономической комиссии, посвященного перспективам организации зоны свободной торговли ЕС Монголия. Два последующих дня проводились B2B-встречи с представителями монгольского бизнеса для налаживания новых деловых связей. Ну вообще мы недавно стали задумываться об экспорте своего товара. В частности, нас интересуют блистежайшие соседи, это Монголия и Китай. Исходя из этого, вот получили приглашение, приехали к вам сюда сегодня. Приехали. В начале нашего, так скажем, пути, пока мы знакомимся с особенностями рынка Монголии, с предпринимателями, с тем, кому это интересно. Ну и, конечно же, надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество. Россия продолжает комплекс мер для поддержки несырьевого экспорта, оказывая компаниям всех отрастей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. Монгольские зрители тепло принимают спектакль «Бурдрама». На спектакле в столице побывала ветеран боевых действий Церингин Чимыцерен, ведь именно с нее создавали главную героиню спектакля – Халхгол Тангарак. Юная Чимыцерен – девушка, олицетворяющая само время, время сильных решений и поступков. Она и ее сверстницы решают идти на фронт добровольцами, когда приходит весть о нападении врага. Судьбы, перечеркнутые войной, торжество справедливости и любви к родине. Своим поразительным умением через малейшие детали передать суть больших вещей режиссер Олег Юмов снова попадает в самое сердце. С особым волнением он дарил свое творчество той самой героине, которая вдохновляет не одно поколение – Церингин Чимыцерен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для показа спектакля в Монголии артисты Боря-театра углубили свои знания монгольского языка с помощью педагога. А главный язык, доступный и понятный каждому, мастерство актера помогло раскрыть самые разные образы и характеры. Моя героиня, ее зовут Балдарма, она одна из 16 девчонок, которые пошли помогать родине. Она боевая, и мы сами придумали, что ее парень, будущий муж, на фронте, и за ним она пошла и тоже решила помочь. И мне кажется, конечно, самое трагичное – то, что он погибает. И вот самые сильные сцены – это когда она получает письмо, то, что ее будущий муж погиб. Молодые актеры сыграли своих сверстников, но уже в совершенно других реалиях. В самом начале своей жизни они уже ощутили всю ценность жизни и любви. Я очень рад возможности поработать с Бурятским театром. Роль, которую мне доверили, особенная. Она помогла раскрыть мне ранее неизвестные даже самому возможности. Монг Ци Цик. Сначала, когда я прочитала сценарий, мне показалось, что это очень легкий персонаж, юная и забавная мечтательница. Но переживая ее судьбу на сцене, я начала раскрывать ее по-другому. Это сильная девочка, которая может намного больше, чем кто-либо. Я ей восхищаюсь. Бои на Холхенголе решили судьбу Монголии и по сей день остаются основой нерушимой связи народов России и Монголии. Среди зрителей спектакля были потомки бойцов, и им важно знать, что их героев помнит не только семья. Во-первых, потому что дед мой, Дмитрий Дмитриевич Кузьменко, воевал на этой земле. И быстрее всего, что я приехал сюда работать, чтобы помянуть, дать дань нашим героям. И я этим просто горжусь. В Дархане я сидела сама в зрительном зале и наблюдала, как зритель очень тепло и близко принимал эту историю. Я видела слезы на глазах у старшего поколения, что интересно и у молодежи. И даже в конце спектакля к нам подошла женщина, которая работает военным медиком. То есть она, у нее есть опыт, видавшая опытная женщина, и она сказала, что даже ее, казалось бы, ничем не удивить и не взволновать. Этот спектакль ее до такой степени взволновал, что она теперь будет призывать молодежь Монголии, чтобы посмотрели обязательно наш спектакль. Впереди у театра гастроли в других городах Монголии. Встречи с новым, но уже давним другом, зрителем, который принимает с теплотой и вниманием. Трояна Лагденова, Евгений Павлов, Айс Клобок. Это были самые интересные новости минувшей недели в Монголии. Передаю слово своим коллегам из Китая. Добрый день. Приветствую зрителей международной информационно-аналитической программы «Середина земли». С вами Анастасия Коршунова из пекинской студии телеканала CGTN «Русский». Один из крупных проектов инициативы «Пояс и путь» – железная дорога Чунцин-Синьцян-Европа, по которой уже перевезли 17 миллионов тонн груза общей стоимостью 530 миллиардов юаней. Начальная точка пути находится в Международном логистическом парке города Чунцин в железнодорожной контейнерной станции Туанзе Цун. Подробности расскажем в сюжете. Фиолуны, ее кролик, летающие драгоны и бессмертные фениксы, а также природные пейзажи и достопримечательности столицы. Все это можно увидеть на фестивале фонарей в парке Юанпо-Юанфэкини. Торрористство посвящено празднику «Середине осень» и Дню образования ГННР. Говорят, что в этом году фестивали самые масштабные за всю современную историю. За мной главный вход на фестивале. Самые ворота представляют собой комплект светильников, украшенных огромными фонарями и драгонами. Его высота 23 метра. Таких масштабных фонарей на этом фестивале более 200. На фестивале установлено 9 выставочных площадок. Чтобы остановить их все, потребуется минимум 2 часа. Все фонари в парке изготовили мастера из города Цзугун провинции Сычуан, который десятилетиям проводил праздники света в Китае. Чен Цинь – один из дизайнеров фонарей. Начал готовиться к событию полгода назад. Большую часть светильников мы изготовили в Цзугуне и затем их привезли в Пекин для установки. В этом году центральная осень Пекина была включена в список всемирного культурного наследия Юнаска. Мы решили оспраздновать это событие и создали коллекцию светильников на эту тему. Кроме центральной осенью, на фестивале можно встретить особый пекинский королит, например, элементы пекинской оперы, местного фольклора и традиционной архитектуры. Фестиваль фонарей в Цзугуне признан нематериальными культурными наследиями Китая. На этот раз мы объединили культуру Пекина с нашим нематериальным культурным наследием, используя высочайший уровень мастерства. Посещение фестиваля фонарей – это давная народная традиция на праздник в середине осени. Отмечаются не только жители города, но и гости из других стран. Торжество нравится абсолютно всем. Когда я зашла, я увидела очень красивый большой макет с, как мне показалось, это Чханглё. И ее кролик, и это настолько завораживающе. Это было одно из первых произведений, которые я прочитала в оригинале на китайском. И когда я увидела, у меня сердце закололось. Очень любуюсь вот этим мероприятием. Здесь настолько яркие краски, яркие цвета, все так подобрано. Когда включили свет, я была поражена красотой фонариков. Праздничная атмосфера здесь тоже великолепная. Во время осенних каникул мы ожидаем на этой площадке в Бекине ежедневный поток в 30 тысяч человек. За весь 40-дневный период выставку посетят в общей сложности 500 тысяч человек. Помимо красивых фонарей, для праздника также необходимы вкусные еда, шумная ярмарка и подарки. Здесь выбор очень большой. В парке более 100 таких киосков и магазинчиков. Чтобы посетители лучше почувствовали атмосферу традиционного фестиваля фонарей, организаторы подготовили не только еду и покупки, но и музыкальные и танцевальные программы, парады в национальных костюмах, поэтических состязаний, игры и мастер-красы по традиционным ремеслам. Сегодня я впервые научился делать традиционный круглый веер и написал на нем «Пекин на память». Я только что сфотографировался с ребятами, которые участвовали в параде нарядов ханфу. Это было незабываемо. Я купила много красивых брелков в форме фонариков и хочу подарить их своей семье и друзьям. Праздник в середине осень – важное семейное торжество в Китае. В это время всегда светит полная луна, символизируя воссоединение частей, образующих целый круг. Так что этот день важно провести вместе с родными и близкими. Именно поэтому праздник не разрывно связан с идеей света. В древнем Китае люди зажигали фонарики на удачу и благословение. Фестиваль фонарей продлится до 31 октября. Кроме того, к началу октября подготовят обновленные дематические комплекты свидетельников, посвященные 75-летию образования ГНР. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина земли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова